Так, всех приветствую на WallStreet Online каждую пятницу в 20.00 по одной и той же ссылке мы собираемся здесь рассматривать основные фьючерсные рынки с точки зрения объемного анализа. Сегодня мы вначале затронем еще такую тему как Range Bar Chart. В платформе Wallfix появился недавно новый модуль, который позволяет формировать график, формировать бары немного иначе, чем нам уже привычка. Так, как мы привыкли. Значит, ну, сколько я себя помню, мы смотрели бары, которые минутные, пятиминутные, 15-минутные бары, дневные, то есть они были ограничены каким-то промежутком времени. То есть цена болталась на протяжении какого-то времени в каком-то диапазоне, и мы эти бары анализировали, формировали из них различные модели. То есть точно так же был построен и технический анализ. И тут возникает, это давно уже, вроде в 95-м году, точно не помню, как звали этого трейдера. У него такое специфическое имя. А почему относительно времени должны формироваться бары? Можно задать другой параметр, правильно? Вот. И посмотреть, как это будет выглядеть. Возможно, построение диаграмм в виде баров относительно времени, это не совсем идеальная схема. Так. И, собственно, первые бары, которые были подстроены относительно высоты, то есть тиков, были достаточно давно. И, если не ошибаюсь, в этом ключе начали развивать направление рэнкобары, кристики-нолики. Я, правда, не изучал этот кристики-нолики. Вот. Ну, это, в принципе, одна и та же площадка. Ну, в общем, рэнчбар-чарт выглядит таким образом. Он есть у всех пакетов. То есть это не отдельный сервайс. Вот. И, вот, собственно, выглядит он таким образом. Давайте я сейчас его включу. Ну, с первого знакомства кажется, что обычный график, да? То есть такой же, как и нам привычный. Но каждый бар, вот данный пример, это индекс доллара. Я стакан включу. Бары формируются, исходя из определенного параметра. Вот мы видим здесь такую менюшечку. И там стоит условие, что пока Total в баре не сформируется 300 и больше, новый бар не формировать, да? То есть не прорисовать. И, таким образом, если мы сейчас включим режим объем, да? Вот у нас все по 300 где-то были резкие вспышки. Вот. То есть здесь во всех барах один объем. Чуть больше 300. То есть, таким образом мы отталкиваемся в формирование баров не от времени, там, минуты, пять минут, потому что 300 контрактов могут торговать и 10 минут, и за секунду могут разместить, да? То есть для этого, чтобы сравнить, насколько это... Видите, есть участки, где таких баров было достаточно много. То есть чем больше таких баров формируется, тем объемнее и активнее был рынок на этом участке. То есть здесь уже немножко притихли, как мы видим, такие затяжные моменты. То есть это относительно объема. Здесь есть несколько вариантов параметров. Значит, size, высота. Ну, к примеру, поставим 20 тиков. Это внутри дня, то есть такой параметр высота бара. То есть только 20 тиков бара и все. То есть, таким образом у нас формируется график без каких-то биржевых шумов, которые отвлекают, либо же наоборот заставляют увидеть не то, что нужно. Давайте включим пятиминутный график обычный cluster profile, тот же индекс доллара. Я думаю, сразу заметно, что очень много различных таких движений, особенно если евро включить, там постоянно идет дерзывание котировки, и вот эти вот различные импульсы, они только отвлекают. Здесь четко бары сформированы, причем видно, некоторые объемные отличаются в разы. То есть и тут у нас пришелся разворот внутри сессии, и в принципе вот дальше уже доза липка. Сейчас будем смотреть, может даже осилит. Вот, то есть это по высоте. Таким образом, когда у вас построена стратегия, к примеру, вы среднесрочник, и вы мелкие движения практически не анализируете, то есть для вас важны движения от определенного параметра в тиках, там от 100 тиков и выше, вы можете себе настраивать и варьировать, то есть формировать график именно в таком формате, в таком виде, как вам удобно. То есть, к примеру, если ртс взять и сайт, сейчас я настрою параметр. Здесь есть также режим отображения дельты в этих же барах, которые сформированы по условию. Ну, давайте возьмем, поставим 500. Ну, понятно, что это будет достаточно жесткий параметр сейчас. Видно, процессор не справляется. С трансляцией еще не так тяжело его. Так, ну, в общем, пока грузит процессор график. Ну, вроде что получилось. Так, давайте лучше 100 поставим. Грид уберем. Грид только будет отвлекать. То есть, вот выглядит график по 100 тиков вот в таком формате. Есть бары, достаточно объемные. Звуки не слышного. Было плохо слышно, да? Хорошо. И сейчас плохо слышно, да? Сейчас я чуть погромче сделаю. Не, ну, для торговли, в принципе, Волфикс сам по себе не грузит сильно процессор. Ну, есть, конечно, особенно если очень много модулей открыта, там, 8-мониторная система. Вот. Но тут идет трансляция, запись. То есть, ну, очень много функций сейчас выполняет компьютер, поэтому такие вот бывают именно при трансляции моменты. Значит, смотрите. Вот у нас индекс RTS. График чисто вот size 100. И здесь мы видим профиль объемный, Volume Profile. Здесь мы в режиме Volume можем мониторить, какие были 100 минутки сильно проторгованные, какие были слабенькие. То есть, ну, ключевые точки можно выделить сразу. Можно также по дельте это все отсортировать. Отсортировать. Микрофон опять плохое качество, да? А что именно с микрофоном? Шумит, пищит, тихо, не тихо. Ну, давайте не вроде бы, а надо, чтобы он хорошо работал. Звук отличный. С фон и присвист. Да, да, подавление включено, да. Ну, сейчас давайте попробуем его отключить. Так, снять. Одну секундочку вот. Я включал вроде какую-нибудь там штук, который там подавляет. Сейчас. Отлично подсказали микрофон. Как, как, как. Аудиотехника 820. Она будет записать. А то я уже столько перепробовал этих микрофонов за три года. Так. Сейчас нормально? Отлично, 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 отлично. Постоянно проблемы с микрофоном. Так. Продолжаем. Ну, объем, дельта в процентах, это все на формирование, собственно, самого бара. Также здесь полезна и гистограмма общая. Давайте это перенесем в режим, и нижняя гистограмма. То есть мы каждый бар, который у нас по ограничению 100, вывели снизу их дисбалансы, то есть бидаск. Вот сегодня как раз на разбород только дельта набирал обороты на покупку. Это в режиме тикдир, если не ошибаюсь. Да, да, да. Сейчас мы включим агрессор. Смотрим ситуацию по агрессору. Идентично. Вот. То есть как раз на самые объемные, на самые активные бары пришлись покупатели. То есть все структурировано, аккуратно. Я сам, ну, сейчас пока привыкаю, потому что, серьезно, если не пользовались такими графиками, немножко надо привыкнуть, потому что это уже не по времени графики формируются. Вот. Ну, давайте поставим чуть-чуть побольше и за неделю. График QRTS. Здесь полезное вот то, что я для себя взял. Это формирование по объему и по дельте. Вот эти функции мне более импонируют. И пока вот определенный рабочий объем не появится, можно бар в принципе и не прорисовывать. То есть, когда есть объем за какое-то время. Причем тут также стоит учитывать и за какое время бар формировался. Так как мы... Так, это я пошутил. Вот, давайте на объеме сделаем лучше. Сейчас графики по объему. Давайте грид уберу этот. И у нас рейдж идет 150 тысяч контрактов по объему. Давайте еще раз обновлю на всех случаях. И достаточно много таких, не то чтобы открытий, но закономерности прощупываются. То есть, разворотные точки просматриваются намного четче. Сейчас я попробую вам продемонстрировать на индексе доллара и на Сбербанке и Газпроме. Там отлично все было. РТС, он достаточно грязноват по дельте. Поэтому давайте лучше посмотрим стак. Стаки у нас на Тик Директ режим. Ну вот, собственно, Сбербанк. Это рейдж по объему. И снизу гистограмма каждого этого бара в отображении Байер Селлер. Дельта. Здесь при анализе, в принципе, если будете применять график в своей торговле, обращайте внимание на цикличность или же интервальность активности определенного участника. Здесь можно заметить, практически селлеры даже не появлялись. То есть, все эти баррель, весь этот участок на Сбербанке удерживали, контролировали покупатели, причем постоянно. Тут нулевая дельта, если и проскакивает, это нормальное явление. Там сбрасывали, не сбрасывали. То есть, особенно приходились нулевые барры, вот на такие плотные-плотные по диапазону паттерны. Ну и всплески проскакивают. Вот видно, когда набирает объем, а потом идет вынос топов. Видите, вот сейчас я попробую увеличить. Вот у нас идет такой вот массив ползущий на север. Север, и потом идет вот бар на вынос топов. Сразу же это отобразилось на дельте, и затем следующий бар снова контроль за байером. То есть, такие модели, они встречаются частенько, особенно на российском рынке. Там любят выносить стопики, и это можно отслеживать и даже использовать как точку входа. То есть, после выноса стопов почему бы не зайти. Так, это Сбер, сейчас под Газпром включим. То есть, ну, здесь также придерживаемся объемной активности. То есть, участки, где идет крупный объем, они нам и необходимы. Можно также, так как мы рейндж бары строим от миллиона, да, вот здесь объем стоит. Можно также использовать режим дельта процент. То есть, сколько процентов вот этого миллиона байеров, либо же селеров. И можно заметить, что иногда проходит даже по 58, 51, 30 процентов от общего объема на стороне байеров. Такие точки, я думаю, очень полезны. И, как видите, на максимум у меня сейчас тоже, в принципе, не останавливаются покупатели. Сейчас мы на неделю еще назад про листаем, посмотрим там активность. Ну, собственно, итог, в принципе, и полезность его в том, что мы в объемном анализе ждем крупный объем. Да, у нас есть статистика, да, то есть, мы изучаем свой инструмент и ждем какой-то определенный параметр. Например, там, вот стат, тысяч, вот тысячи контрактов нам интересен и полезен объем. До тысячи контрактов, например, мы даже не воспринимаем активность на рынке. То есть, и как раз эти бары формируются, и здесь можно даже ставить алерт на появление нового бара. И, если я не ошибаюсь, даже на email приходит уведомление. Да, да, отправка алертов на почту. Вот, то есть, ничего не пропустите. Для позициончиков это вообще, то есть, очень отличная вещь. Ну, собственно, 22%, почти 23%. Сейчас, секундочку. Затем снова 23%. Вот, сбросили стопорить чуть-чуть и сразу же взялись покупать. Вот, этот цикл, в принципе, прощупывался. Далее, индекс доллара хотел еще вам продемонстрировать. То есть, особенно на участках, где потенциально ожидается разворот, либо же стоянка на пробитие максимума, минимума. И нам важно, чтобы там прошел крупный объем, и он там необходим. Ну, и плюс, я уже не раз вам демонстрировал, что практически все разворотные точки внутри контракта, то есть, за три месяца по фьючерсу, они приходятся как раз на повышенный объем сверх нормы даже. Давайте сейчас поставим 500. И вот так вот у нас эта неделя по индексу доллара. Здесь мне очень понравилась работа range bar chart. Ну, я думаю, сразу же посмотрим вот эти моменты. Вот, обратите внимание, какая плотная была здесь прорисовка баров. То есть, объем проходил часто, по 500 контрактов. И вот пошли просто уже сильные всплески по покупателям. Там доходило до 66%. Ну, в плотных барах часто такие можно замечать аномальные явления. То есть, минимум по текущей неделе как раз пришелся на пик по активности байеров. Максимум тоже там, в принципе, можно было прощупать, но я еще пока привыкаю к этому графику. То есть, все пики по селлерам были в этой точке, потом здесь и уже на удержание. Ну, плюс еще вот на самом максимум. Так, и, 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 вот, видите, четко на протяжении определенного времени держали байеры и смена... Ну, очень, в принципе, намного чище читается график. Ну, это если мы выставим дельту. То есть, пока дельта не будет там 300 в баре, общая, можете график не рисовать. То есть, фактически вы ставите условия четкие. Пока не будет вот такой аномальный объем и не будет аномальная дельта, смысл рисовать график. Вот, в принципе, условия дельта 300. Здесь минус 499 прямо на пике. Вот диапазон этого бара. И, в принципе, как это применять, я думаю, вы уже придумали. А вот, кстати, по дельте, как проходили торги вот здесь, на этом участке, там, где были плотные бары. Вот, практически весь период одни байеры. То есть, участки удержания за одним игроком. Причем, обратите внимание, по сопровождению, если даже их применять. Вот, начиная, пускай, там, вот, первого бара такого. Контроль за селлером был вот до последнего. То есть, фактически, для сопровождения тоже интересный инструмент. В общем, во всех пакетах есть. Пользуйтесь, изучайте, исследуйте. Я думаю, вы найдете там очень много полезного для себя на своих инструментах. Нефть, посмотрите, золото. Очень есть хорошие вещи. Так что, welcome. Открывайте графики и используйте. Так, ну, в принципе, вот и вкратце о рейндж бар чарте. То есть, полезная штука. Попробуйте. Ну, единственное, не сразу привыкнете. Если есть вопросы по рейндж бар чарту, давайте пару минут уделим. У кого все-таки есть. Вот так. 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 В принципе, на этой неделе все были прикованы к событиям в Минске и еще в пятницу порадовала Германия. У них вроде как ВВП неплохой получился. на следующей неделе у нас так. Это текущая неделя на Jobless Claims, естественно, в ВВП Испании. У нас еще ждет отчет по ВВП Японии. Это на этой неделе. А на следующей такая вот интересная ситуация по отчетам и новостям. Значит, в понедельник Америка не торгуется. Там у них вроде день президента, что-то в этом духе. Это раз. То есть российский рынок будет в понедельник торговаться спокойно без американских манипуляторов. Поэтому советую в понедельник смотреть за Европой и за нефтересурсами, в принципе. Ну и, естественно, за нашими тяжелыми акциями. Газпром, Сбербанк. Вот. Потом, или в среду, или в четверг, начинается на Востоке Новый год. И там практически все восточные биржи не работают. Либо же абсолютно короткие режимы. Вот. Поэтому вторую половину недели мы будем без Востока работать на бирже. И это тоже дает свой плюс. Вот. Вот мне подсказывают в понедельник заседание Еврогрупп. Опять что-то будут решать. И самое-самое-самое интересное в этом, на следующей неделе, это в среду у нас где-то что-то. Снова Фомка. Причем, я заметил, что уже на биржевых каналах начали раскачивать, разогревать эту тему, повысит ли процентные ставки и еще что-нибудь. То есть, уже начинают раскачивать интерес. Поэтому в среду не пропустите. И будьте аккуратны в это время. Будет волатильность. Потом, на следующий день по штатам снова будет раскачка. Вот Jobless Claims. Я не знаю, сколько можно раз отчитываться по безработным. Потом идут у них отчеты по натуральному газу. Статус Report Petroleum. То есть, там целый вечер они будут отчитываться и устраивать веселую жизнь. Ну, в принципе, это из самых таких необходимых и важных новостей, которые нужно будет промониторить. В понедельник биржи закрыты по штатам. И в среду фонка. Может что-то скажут, может что-то не скажут. Но все равно вы должны быть готовы. Так. Прейду в предел. В понедельник начнется профкурс подготовка трейдеров. Там уже группа есть. Поэтому те, кто из группы, в понедельник вам в чате будет уведомление, как пройти в комнату и когда и что нужно для этого. Так. Ну и теперь у нас по традиции талантище. Сегодня мы посмотрим, что творится в рейтинге за мартовский контракт. И пройдемся по основным инструментам. Ну, первое место, наверное, заслуженно получает трейдер БВ. Значит, была покупка. И она приносит вот достаточно хорошо первое место. В SkyOne все никак не доходит руки взять у него интервью. Пять сделок. И он уже несколько недель не открывает позиции. В принципе, и правильно делает. Что еще нужно. Вот. Тоже второе место. Заслуженно. Отличная серийность. В принципе, сделки там были тоже неплохие. Можете посмотреть. Клацаете прямо вот на ник и открывается график с сделками трейдера. Третье место. Арбитраж. Тоже неплохая серийность. 16 сделок. 11. Яблочко. Ну. Это. Это хороший. Хороший результат. И если рассматривает вопрос выхода из Греции. У меня иногда. Я уже про эту Грецию за все годы. Ее постоянно начинают вспоминать, когда у них не о чем говорить. Вот. Про эту Грецию постоянно. Вот. Вот. Не о чем говорить. Надо жутье нагнать на рынок. Они начинают вспоминать про эту Грецию. Потом. Потом затихают. Потом какой-то вулкан. Или эпидемия. Или еще что-нибудь. Там. Какие-то беспорядки. Про Грецию забывают. У них постоянно вот эта Греция. Так. Четвертое место. Вода. 9 сделок. Все чистые. Отлично. Тоже. Работает. А вот. Матрикс. Тоже хорошая серийность. Неплохо. Роса. Ну. Это из той же компании. Свет. Тоже. Макс. Вот. Как у него получилось. 70 сделок. 20. Плюсовые. И все равно он восьмое место получил. Вот. Так вот. Сопровождение. Вот. Я думаю, что Грецию не так уж быстро выбросят. Это может очень сильно отобразиться на всей еврозоне. Поэтому они помусолят. Как обычно дадут кучу денег. И опять на некоторое время про эту Грецию забудут. Валет. Одна сделка тоже молодец. В принципе. Зачем мучить график. Трейдеры, которых нет ников. К сожалению. Больше называть не будем. Квазар. И Киберфанд. 40 сделок. 7 плюсовые. 35 убыточные. Все равно у него 12 место. Ну. Там дальше уже. за десяткой. Потом РТС. Тут интереснее ситуация. Тут. Это у нас убыточная зона. Всего участвует на РТС 99 трейдеров. И. В плюсе. Еще находится. 56. Ну. Один процент. Уже. У Дед Хартер. Вот. То есть. Не 95 процентов. Он теряет. В принципе. С объемом. Работать. Куда. Проще. Значит. Все таки. Остался лидером Двин. Причем. Разрыв хороший. А вот. Сейчас он в продаже. Не знаю. Зачем он у него полез. Неплохо поработал на этой неделе на РТС. Но потом под вечер решил разоширтить. Мастер. Мастер. Фломастер. Пять сделок. Всего лишь одна. Прибыльная. И. Вот так вот. Ран. Рандрус. Третье место. Серийность. Соу. Соу. Так. Рассаж. И сделок. Пять плюсовые. Ну. Это. Понятно. Молоко. Две сделки. И все. Яблочко. Это. Хорошо. Асам. Открывает много сделок. И у него серийность 50-50. И даже с этим режимом у него плюсовая ситуация. В принципе если правильно заходить и следить за позицией и сопровождать ее правильно то при 50 на 50 серийности можно закрывать контракт плюс. Пульсар одна сделка. Гиза одна сделка. И Риксон. H83 сделки и 47 плюсовая. Тут Гуров АВ. Тоже радовал нас хорошими сделками до в этом контракте. Андре. Макс. Тоже. Серийность не очень. Но как то там 80% получилось. Так. Ну. В конце контракта подытожим непосредственно по разным категориям. Так. А вот на рубле у трейдеров в этом контракте не очень. Всего 44 трейдера. 16 в плюсовой зоне. И. Потрепал рубль. Собственно. Трейдеров. Ну. Здесь бесспорно очень сложный рынок. Ну. В этом контракте. Новости. Волатильность. То есть. Тут. Потерять депозит. Если с плечом зашел. Просто можно. Не. Сейчас не полностью рассматриваем. Так. Пока. Промежуточный вариант. А где то в марте будем смотреть уже. Последние там недели две. Когда будет неделя. То есть. Через 2-3 недели. Уже итоги. По рейтингу. Значит. Двин. По РТС. В принципе. И по рублю. За ним. Закреплено место. Удерживает. За счет. За счет. Неплохо. Юра поработал. К нам сделали. Для нас плюсовые. Потом посмотрим. В конце контракта. Всю трудную. Ну. Первые три трейдера. Мы будем рассматривать сделки. Обязательно. Мастер. Тут опять же. Фломастер. Третье место. Кадавр. Уже привыкшийся нам. Так. Сатирикон. Маркуша. 600 сделок. Кошмар. Вот. Это комиссия. Боб. Макс. Ээээ. Я не знаю. Это разные Максы. Или один Макс. Эээ. Эээ. Но. И здесь он. А сам. Вот. Недавно появился. Наверное. В этом контракте. Вроде. Не обращал внимания. Не замечал. Ну. В принципе. Частенько он. Закрывает неделю в плюс. Лариса порадовала. Все таки пошла ей на пользу. Эээ. Эээ. Стажировка. 12 сделок 10 плюсовое. Жук. Карлос. Ну. Там дальше уже не очень. Так. По еврику. Быстренько. Так. Ну. Еще удерживает место. Заскрипитал. Сейчас я чуть-чуть подвину. 6 сделок. 50-50 серийность. И протащил. Хорошо. Потом. Трейдер без имени. Сардоникс. 4 сделки. Вот это круто. Вот это вот. Так бы всем. Да. Ни одной быточной сделки. Девиль. Девиль. Тоже хорошо. Что сделает 5 плюсовое. Американец. Ну. Видите. Чисто работает. На еврике раньше такого не было. Где-то годика полтора назад. С такой серийностью по еврику. Редко у кого получалось закрывать контракт. Мишка мед. 40 сделок. Яблочко. 40. Ну. 50-50 серийность. Но. Я уже не раз говорил. Что. Даже с такой серийностью. Можно закрыть контракт плюс. Запросто. Соотношение. Убыток прибыль. Сопровождение. Ну. В общем. С умом. Если подходить к сделке. Каждой. То. Контракт закрывается в плюс. МФВА. Эй. Просьба на будущее. Если вы собираетесь присоединиться к комьюнити и публично открывать позиции. Создавайте простые ники. Вот как. Боб. Карлос. Там. Наше зло. Ну. Так. Тяжело прочитать. Хорошая серийность. В общем. 800. Проциков. Боб2. На восьмом месте. Пабдитрейд. Старичок наш. Как обычно. Десятки. И наше зло. Две сделки. Две яблочка. Потом идет. Новый трейдер Витя. Так. Опять сделок. Опять плюсовое. Отлично. Так держать. Так. Теперь у нас. Нефтянка сейчас. Да. Согласен. Абсолютно. Нужно следить. Не только по. Общему рейтингу. Смотреть. Какие. На самом деле. Сделки. Вот. В принципе. У меня. Была. Было давно. Предложение. Сделать. Статистику. Еще. На. Соотношение. Прибыль. убыток максимальные просадки то есть серийность потом сколько недель плюсовой ну то есть такая более расширенная версия даже вот этой версии немногие пользуются еще рановато первый по нефтянке нефтяной магнат нефти олигарх 17 делок 13 плюсовые потом 1 2 3 проще уже некуда четвертое место присоединилась к нам кафе форекс точка ру три сделки четвертое место юра пятое место 8 делки 4 плюсовые ну затем трендмакс киберфан дарк еще один дарк по нефти веселее ситуация и быстренько смотрим золото и на инструменты золото было интересно за эту зиму м8 просто отлично ушел далеко но его уже настигает бреккин бэд все тяжкие 740 а у м8 785 так андрей а то же я узнаю это разные андрей и или же одни и те же скорее всего один и тот же только два аккаунта что аккаунты буквально разница в один скорее всего два аккаунта у человека но в любом случае там и там все хорошо так муртое бай 3 сделки 3 плюсовые алис и ермак ермак хорошо шел очень хорошо шел что сделан все она плюсовая надо правда посмотреть что там за сделки а так в принципе неплохо так держать а это вы Андрей это ваш аккаунт да Андрей да кстати ребята как вам предложение вот трейдерс рейтинг вот здесь место новостей сделать такой удобный чат чтобы можно было по рынку общаться и комментировать делиться различными там мнениями и наблюдением то есть прямо вот онлайн хорошо тогда мне нужна будет ваша помощь на следующий волстит онлайн будет рассылка с сбором фактически там голосов за внедрение этой идеи и я постараюсь пролоббировать плюс у меня будет доказательство что это действительно необходимо вот по результатам голосования мнение дело в том что спамить будут очень мало потому что здесь участники аккаунты платные поэтому так просто не так поехали по традиции с смп тащат наверх просто да безбожно лезут на север и помнится мне еще осенью были слухи будут тащить до 2300 как раз дотащат до выборов вернее до ухода обама и оттуда сигану уже 20 90 осталось еще 200 баксов протащить вот и наверно пока процентные ставки не поднимут но это все мыльное пузырище будет и дальше тащиться на север ну в любом случае мы выделяем локации и ежедневно готовимся к обвалу ну либо либо весной либо осенью потому что они обычно именно в эти приводы куда там резко двигают так здесь загрузки были на покупку пробивали вот максимум с трудом на неплохом объеме поэтому тут как уровень сопротивления обязательно выделить потом здесь плотненько проработали диапазончик 42 50 выделяем выделяем еще чуть меньше вторник зацепим 20 53 с понедельником два массива фактически то есть мы понедельник вторникам объединили чтобы пущение так потом выделяем ядро недели это кусок тоненькой среды как поддержку причем тут на волатильности было самое 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 вкусное размещались и здесь труднее всего было байером закрылись на максимуме и не ушли ниже то есть уверенность очень сильная потому что на следующий же день они тащат еще лучше давайте посмотрим по дельте скидывают там стопы или нет давайте сейчас подытожим общий такой понедельник плюс вторник 20 41 23 потом среда хорошенько проторговала 2060 2065 тут 5 баксов плотненько ядро недели и затем четверг скрипя зубами проталкивал за 80 пятница висит в боковике ну в принципе оно и понятно кому хочется перед выходами покупать итак дельта по агрессору у нас вчера было очень много покупок хотя продаж таких уж агрессивных по дельте не обнаружено это уже пройденный этап четвертого числа были последние такие крупные неделя была такая более нейтральная то есть вчера вот 29 тонн пришлось выбросить на маркет чтобы восьмидесятую пробить и сегодня нейтральная учитывая то что скидывают среднесрочники эндродейщики покупки сколько раз два три четыре дня был такой благоприятный рост вот плюс селлеры на макушке заходят то есть нулевая дельта здесь еще на удивление есть байер скорее всего потому что двойная двойное поток ликвидности на шорт и дельта все равно нулевая посмотрим до завершения сессии похоже что сильных изменений будет но все таки там котировка стоит причем очень плотно так давайте зафиксируем как раз активность байеров вот этот массив семьдесят восемь по восемьдесят пять то есть первый проверочный уровень если байера будут жестокие то постараются не упустить ниже семьдесят восемь восемьдесят пять еще могут поработать на шестьдесят 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 шесть там как раз среда достаточно объемно сопротивлялась поэтому еще там вот какой уровень поддержки номер два не помешает открытый интерес значит у нас два семьсот ну нельзя сказать что там прям закрывают жестко позиции но пришли уже на потолок контракта и ну не сбрасывают нет массового сброса хотя не знаю как они верят в дальнейший рост просто ну непостижимо так ну давайте еще раз смотрим крупные уровни на фоне контракта ну здесь сразу же шестьдесят пятую нужно выделить тут не раз была борьба так вот контрольный уровень поддержки и вот начало начало падения пришлось с этих массивов мы их тоже сейчас зафиксируем на всех случаев чем нельзя сказать что там были просто нормальные объемы как раз перед новым годом хитрый ядер разместили там хитрые позиции вот двадцать восемьдесят пять двадцать восемь двадцать восемь тут уже были вот плюс идут уже достаточно долго без передышки сколько порядка с начала февраля да вот раз два буквально здесь одна сессия стип буквально одна сессия была ниже предыдущей все остальные шли просто вот обратите внимание это просто раз ни одной сессии вот только одна сессия была ниже предыдущих все остальные выше это уже раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десятый день но это уже какие то стероиды финансовые также стоит заметить что ликвидка уже уже не та что было здесь вот то есть активность не такая уж и ликвидная максимум тем более вот поэтому если уже будут уходить ниже этого уровня тут уже с покупками работ повременить так ну в принципе вполне ожидаемо что в понедельник не в понедельник а после выходных скорее всего с селером будут срывать стопари и постараются толкнуть до двух тысяч сто долларов ну по крайней мере нужно к этому быть готов так просто халявно уйти с этого уровня тем более осталось четыре недели ну еще две недели они будут волатильность будет устраивать выходить и уже там завершение контракта ну в общем 20 45 это уже предел то есть если пойдут ниже 20 45 скорее всего контракт будет болтаться как раз вот здесь не уйдут ниже есть еще шансы на рост но ликвидность слабая это очень плохо желающих не шортить тут похоже нету не покупать так сейчас мы быстренько пройдемся по fx да что ж такое fx да что ж такое тут просто по плита причем очень такая массивная 34 по 33 40 в принципе диапазон стоит выделить как номер один пока будет евро стокс 50 выше этого уровня еще есть спрос и еще может быть вполне движение на север котировку увидим ниже данного диапазона уже силенки толкать евро закончились так ну весна будет бизнес сезон и я думаю будет хороший тренд 385 31 50 тут очень была высокая ликвидность стоит выделить и вот диапазон ой достаточно ликвидной сессии его уже три раза удерживать 33.19 можете поставить себе как алерт мониторить его и вот плотненько плотненько на максимуме торгуется причем незаметно что есть сильные селлеры петировка не ушла ниже ядра предыдущей сессии вот торгуется вполне свободно на самом пике это уже пробитие ну расширение дальше было бы в принципе интересно потому что уже максимум они прощупывали не получилось и так как вроде меркель приехала и договорилась в минске то он наверное под этот позитив могут толкнуть и дальше будем смотреть раз два три четыре пять уже пять сессий идет рост скорее всего что то знали ориентируем на эти массивы это номер один уровень в принципе это что 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 это не слушается вообще не слушается повелитель вселенной помните там этот банкир говорил про францию что почему я запомнил очень сильно этот момент когда он говорил когда будет крах евросоюза когда этот пузырь лопнет музыка он говорил про францию что когда во франции начнутся проблемы и это уже будет конец так набрали кучу объема в конце января защитили за три дня и уже на максимуме если будут валить да вниз в принципе печатный станок работает из-за Греции вполне ну по крайней мере нужно к этому быть готовым что из-за Греции начнутся сейчас волнения на всякий случай перестраховаться начнут выводить кэш вполне нормальный сценарий поэтому ориентируем вот массив 10 670 10 760 начинает его пробивать осталось только 10 500 пробить и все на бирже были во франкуте красивая биржа да мне еще нравится биржа в Токио еще красиво биржа так и ну вот массив вот этот на максимуме если его ждут понедельника посмотрим ну в общем вот массив 1 2 и 3 такая вот троица как поддержка и этот уровень вряд ли будет сильно удерживать возможной коррекции но возьмите на оружие так и ртс то чего все так ждут а там лучше в а где в этих у их оппонентов Кстати, смотрел недавно рейтинг самых богатых людей, но не по американской версии или Forbes, а именно вот если перевести все в наличные. Ну, видите, с умом люди города строят. Там у них вроде... Так, значит, на РТСе наконец-то позитив. Вот эта плита, которую мы постоянно выделяли, наверное, эти цены нужно будет запомнить. Здесь в начале контракта как начали наливать объемы сумасшедшие, так ниже и не пустили. Вот. Пошел рост ликвидности на об этом участке, как мы видим. Тут, наверное, начали заходить приближенные люди. И это поддержка стратегически важная, номер один. Ее стоит выделить и, не дай бог, ее продвинут. А это будет очень сильным сигналом. Значит, 83-308-4-700. Четыре сессии проторговали хорошенько уровень. И толкнули на 92. Это ближайший такой более серьезный уровень поддержки. Еще стоит вот этот массив захватить. Выделить. Так. И, в принципе, тут пока все. Ну, весь этот период как раз и рос объем. Давайте зафиксируем 12.02 аномальный объем. Поэтому на 15-минутом интервале мы сейчас выделим здесь все важные точки. Там, скорее всего, размещались. Так, дальше. РТС на Дельте. Так. Супер аномальная сессия 12-го числа пришлась на стороне байеров. Это хорошо. Сегодня пятница 13-ая. И, ну, 8 тысяч. Учитывая, что многие, наверное, скидывают покупки, все равно Дельта плюсовая. Торгуются на максимуме. Отлично. Такой всплеск был вот этот уровень. Мы его выделили здесь. Наверное, вот этот массив. 82.500. 81.500. Стоит захватить. Давайте мы его выделим. Здесь была гиперактивность и его больше не пробили. То есть, три раза еще тестировали. И больше не пробили. Поэтому это стратегически важный уровень поддержки. Здесь вторичные, то есть, менее, но пускай будет. 79.200. 80.300. И вот они. Вот они. Те смельчаки, которые пробивали наверх индекс. Дорогу 86.000, 86.700. И на самом максимуме 88.500. 87.900. В общем, одни уровни поддержки. Здесь насобирали стопов. И вот номер один. Вторая. И вот здесь такой широкий диапазон. Поэтому здесь и в начале могут поддержку устраивать. И чуть ниже. Поэтому 86. 88.500. Первый такой проверочный уровень. Насколько у нас позитив надежный. Состояние открытого интереса по индексу РТС сейчас не наилучшее. 6 числа закончился пик. И затем у нас начали выносить. Сегодня тоже много фиксируют. Видите. После вчерашнего. Поэтому коррекцию на следующей неделе вполне нормально увидеть. Главное, чтобы не ушли ниже вот этой объемной сессии, которая толкнула РТС на пробой. Потому что пробитие максимума без объема – это очень коварный процесс. А здесь начали фиксировать. Поэтому могут откорректироваться. И здесь вот байеры, если охотно начнут подхватывать фьюч, то не пропустите. Может быть. Ну, в принципе, если не с этой массивностью, то 75 по 80 точно должно получиться. Главное, чтобы нефтянка тащила это все наверх. А если мы сейчас еще MySix10 добавим... У нас MySix10 просто такое ощущение, что крылья появились. Тут РТС только пробует второй раз максимум пробить. А MySix уже ушел на север. Причем серьезно. С хорошим разрывом. Поэтому MySix10 тут очень позитивно выглядит по отношению к РТС. Давайте выделим основные объемные локации. Так. Ну, в общем, это на обычном графике. Это не range bar chart. Там уже стоит ступенчатые заливы байеров зафиксировать. И давайте ядро... Неделя 84 900... Так, так... 82 800... Ой... Тут, в принципе, в ожидании Минска. Туда-обратно как раз площадка номер один. То есть, пока не уйдут ниже, еще есть позитив, есть еще шансы на продолжение роста. Борьба на максимуме. Зафиксировали. Хорошие сделки проходили. Так. 87 350, 88 600. То есть, тут еще открывали позиции и сегодня вот нафиксили. Поэтому, если РТС начнет уходить в понедельник или вторник ниже этого уровня, это вполне ожидаемо, потому что там не входили на рынок, а выходили. Ну, зависит от того, насколько объемно начнут подхватывать рынок, который откорректировался. То есть, если здесь уже начнут хватать прям очень объемно, это очень позитивно будет. Где-то здесь тоже, но не ниже. Главное, чтобы не опустили ниже. Вот. Ну, в принципе, вот кое-что у вас по РТС. Ну, рублик и... Так, рубль. Так. Тут... Обязательно выделяем вот этот период. 67, 68. Судя по всему, вмешивались свыше силы, поэтому на него и ориентируемся. Должны удерживать. Так. Вот, набирали ликвидность. Тут начали с 72-й. В принципе, мы выделяли уже тут объемы. Кто постоянно ходит на Wall Street, посещает или смотрит записи. 72-й это был просто уже край. То есть, это уже последний рубеж. Вот. Фильтры надо поменять, потому что уже волатильность немножко утихла. И... 66, 0,50. Вот такой вот. Фильтры 100 на 200. Ну, уже надо ставить повыше. Чуть уже... Сладенькие. Так. 3, 6... Девятая сессия пошла на юг. Пробили важный уровень поддержки. Здесь уже тестировали разок. 65-ю пробили. Это хорошо. Вчера был хороший объем. Сейчас мы еще спот посмотрим. Сегодня тоже на хороших оборотах идут. Именно по фичу. Сейчас 70 по 70. Идет 250. А вот. Поэтому, в принципе, это хорошо. Падает с ликвидностью. Значит, есть еще куда. Топливо у тренда еще пока есть. Если бы падали без топлива, было бы нехорошо. Ну вот. Ставьте алерт. В принципе, что по РТС, что по... По рублю вы видели. Особенно по РТС. Плита была просто весь контракт. Так. На споте. Томик поставки завтра. Так. Вчера было 5 миллионов 200. Вот этот трывок. Сейчас мы на дельте это все посмотрим. И я хочу вот сразу вам показать это. Вот эти вот три верхние объемности. Массивы. Вот этот диапазон. Вот уровень, где стояли за рубль. Удерживали его. Так. Вот они. 68.75. 69.20. Три дня подряд в одной и той же цене. Покатили. Вот пик просто был. Выхленности. Вот. И попрощались уже 5 числа. Вот. Поэтому это уровень. Номер один. И здесь фактически 65.80. 67. Вот. Весь этот диапазон. Весь пропагалит. Поэтому. Это у нас как защита. Уже практически на завершении модель голова и плечи. Как вы видите. В техническом анализе пошло пробитие шеи. Вот. Еще пару дней такого пробития. И она уже в принципе завершится. Поэтому вот это номер один диапазон. Это уже конечно кордон. Край. Вот. Собственно и все. А вообще ядро на этом контракте уже 64.75 по 66.40. Вот. У нас самый крупный массив. Где больше всего было сделок на споте. Так. Вчера была объемная сессия. Она была с сильным движением на юг. И сегодня продолжение тенденции. Это очень хороший признак. Что тенденция может сохраниться. Сейчас мы посмотрим по дельте. Желательно чтобы и там была такая же картина. В плане дельты. Ну чтобы там были на продаже. Как видите. В куче зеленых каких-то точек. Сейчас мы это все уберем. Да. Вчера были действительно селеры. По крайней мере у нас. Из всех этих. Зелененьких. Участников. Начали появляться. Продавцы 11-го, 12-го, 288 тонн. И 5-го числа. Вот. Здесь когда прощались. С 69-й. Тоже были на продажах. Собственно. Нужно зафиксировать. Где там на продавали больше всего. 56-й. 33-й. И возьмем эти уровни как ориентированные. Значит 46. Поймал. 49. 55. 56. Здесь вообще по тридцатке набросали. Прям по этим же ценам. И тут у нас 66 идет. Ну плюсовая, но небольшая. Фиксирует продажи. Так. 64-65. 64-65. 64-75. Вот тут еще 2 сессии. Атаковали котировочку. Поэтому тут не пробили. Но в принципе вот такие вот уровни сопротивления. Тут наверное больше всего пришлось поработать на укрепление и выделить стоит. Так. А давайте по барам играть в кучу сейчас посмотрим открытые интересы на рубли. На рубли не супер, не супер, не супер. Ну в принципе как и на артесе. Вот видите. Спали немножко обороты. Скорее всего будем это расценивать, как перестал вмешиваться контрольный такой участник. После вот этого защиты 72-го, видите, сразу же обороты понизились. И все вот это снижение сейчас идет как раз на тех же оборотиках. Вчера чуть пофиксили, сегодня так зафиксили неплохо. Поэтому возврат в этот диапазон вполне ожидаем. Можно в принципе увидеть. Главное, чтобы не ушли выше вот этой сессии, где были у нас продавцы. А так в принципе все вроде неплохо складывается. Так. Ну, единственное смущает, что не так много желающих поучаствовать в движении там 45-й хотя бы отметки. Как-то неактивно. Возможно, не верят новостям, либо же не сильно еще. Убеждены, что вроде как Мир там подписали или как там. Вот. Посмотрим на следующей неделе. Так. Теперь у нас мелкие уровни и еврик. Да, не, не надо 70-й, зачем? Так. Ну, здесь плотником 66-й, прям до 67-300 ядро. Причем вот этот последний диапазон до загрузки мы зафиксируем. 65-400, 65-650. Первый такой уровень проверочки. И если даже не посмеют пробить вот этот уровень, эта вот загрузка в полете, то здесь тренд будет хороший. В случае, если в понедельник-вторник вот этот уровень спокойно пробивает, можно ждать здесь. Вполне, вполне, вполне. Если вот этот уровень здесь пробьет прямо там в понедельник, первый же день. Ну, в общем, плита вот. Это вот номер один на сопротивление диапазон. Ну, надеемся, что удержит. Так, еврик. Тут прям как по щучьему велению развернули. Нас 85, но... Идут, ну, не верится. Не верится. Не верю, как говорил великий человек один. Не верю. Вот. Сессии были беленькие. Ликвидность падает, падает, падает. Ну, Греция сейчас тоже подбавит масла в этот котел, поэтому сейчас, я думаю, начнут раскачивать волатильность на следующую неделю под эту Грецию. Вот. И уровень сопротивления еще один. 158, 16, 35. Точно даже уверенности нет. Как-то назвать сценарий на следующую неделю, потому что, ну, фактически, первое, что нужно будет сразу зафиксировать, если пробивает у нас 85, после этого уровня уже никаких покупок, там, вплоть до минимума. А вот. То есть, будут атаковать этот диапазон, тогда должна быть очень сильная волатильность и ликвидность. А ликвидности нет. Ликвидности нет, чтобы толкать за 152-ю. Поэтому, либо вот такой вот боковичок мы до марта увидим, ну, либо на следующей неделе. Ну, на коррекцию надо объем. Надо вот такая вот активность. Вот. Если на следующей неделе она появится, может быть. Но выглядит это все достаточно мрачно. Не очень. Ну, сейчас глянем. Так, еще вот 18-18-50. И кластер-чарт. Сейчас мы посмотрим дельточку. Она там не очень, конечно, но... Так, учитывая боковик такой за неделю, то дельта здесь отрицательная. И сейчас вон идут наверх с отрицательной дельтой. Вспышки ярости байеров были у нас вот здесь и вот здесь. Поэтому вот этот диапазон... Посматривайте. Если будет очень как-то уверенно удерживать выше 13-50-13-85, либо будут стараться не пускать ниже, то могут и, наверное, сходить на пробитие пятнашки. Уйдут ниже. В принципе, тут уже гадалки не ходи. Ихние покупки, которые были открыты, скорее всего, уже не защищают. Поэтому 1-13 пробитие будет... Вопрос времени. И что хотел бы еще выделить, это достаточно такой плотный по дням контроль на стороне байера. Буквально 2 сессии были на селлере. А так, в принципе, каждую сессию итоги были за байерами. Но контроль сменился. Причем вчера была достаточно неплохая дельта на шорт. 3000. Ну, так себе. В общем, ждем еврозоны, Греции, в общем, вот этой всей каши-малаши. Волатильность раскачают, потом будем смотреть. Вот. Так. Так, 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 так. Экстремальное количество шортов, но это надо смотреть. Силу-те отчет. Кстати, да, надо посмотреть. Ну, что сказать. Ну, тут у нас был... Удержали, тормознули, потом еще подбавили. И чуть-чуть перед Грецией скинули. Поэтому... Побаиваются. Побаиваются. Вот. Если начнут сильно скидывать эти продажи, то это вызовет коррекционный момент. Но, думаю, стопори поснимают копиды перед таким событием. Вот. В общем, чуть-чуть фиксится. Причем, начиная с 8-го числа, мы начали фиксить позишнс. Так. Еврик. Ну, те, кто работали на Еврике на этой неделе, наверное, посидели. Хорошенько. Особенно вторник-среда, это просто жутко. Так. Значит, тут обязательно выделяем загрузку на бай перед движением на север. Перед пробитием, вот, волатильность таскали туда-обратно. Про среду я вообще молчу, это уже бесчеловечно. Это уже не хорошие торги. Ну, в принципе, я стараюсь избегать таких дней. Если на следующий день какие-то важные новости, это все. Это по-любому будет вот такая вот каша. Ну, на S&P не факт, но на валютных фьючерсах это постоянно. Начну таскать туда-обратно котировку, пока всех не скинут. Так. Три раза удержали, причем ходили, прощались. Чуть ли не лбом уже. Об стенку, попрощались и 13 по 13.30, тут такая достаточно блокада. Ну, в общем, поддержка номер один. Евре будет удерживать. Есть шансы на движение там к 1.14, 1.15. Вот, пробитие 13 и 13.30. Стратегии на покупку будут неуместны. Ну, разве что еще раз попробовать чудо 128. Так, промежуточные загрузки в полете к звездам 13.66, 13.95. Тут очень поспешно закупились, тут, и как раз этот уровень пока еще удерживают. Ну, в общем, если пятница не посмеет уйти ниже, останется только убедиться в понедельник. А, в понедельник биржа закрыта же будет. Ну, вторник. Вот. Если будут сильно удерживать вот этот диапазон, где они там в спешке объемненько затарились, то это хороший признак, что может сохраниться восходящий динамик. Если пробивают, то окажемся там, где были. Это франк. Вот уже практически закрыли гэп. Осталось еще на 64-й сходить. Ну, вот. Может даже на 47-й сходить. Ну, вот самый такой страшный гэп, они уже, в принципе, закрыли. То осталось чуть-чуть еще. Семьдесят один и еще шестьдесят два. Ну, стоит рассматривать неделю уже вот этот участок, потому что то все был волатильный неадекват, а вот уже более-таки здравые уровни это последние несколько недель. В общем, 78-й сходить. по 0.8, даже 0.810, это все ближайший уровень сопротивления. Выделяем и мониторим. Тут накидали ядро целое за неделю. Единственная поддержка 72-74, ну и вот здесь точно 86-88, даже не так. 84 по 86, это общая массивность. Это самые хитрые зашли, с выносом стопов лучше 80-й на продажу. Поддержка 74 по 72. Ну, так грубовато, но такая будет. В общем, единственная пока, как говорим. Так, фунт буквально бегло. Сейчас мы на ладушке. Фунтец неделю закрывает у макушки, но... бак пустой. Сегодня у фунта. Тут, наверное, многие уже побоялись покупать. Поэтому ликвидность упала. 52-25, тут железно выделяем массивность. 52-25, 52, 50-60, это основная часть массивности. Это уже были дозагрузки. Вот, поэтому это уровень номер один. Фунт удержит на следующей неделе выше этого диапазона. Есть шансы пробить 54-ю. Уйдут ниже, с покупками нужно аккуратнее повредить. Ну, поддержку мы уже выделяли. И раз, два, три, четыре, пять. Пять сессий подряд на рост. Потом притихли, причем утихли, не было ни одной сессии ниже на 50%. И снова на рост. То есть, две недели замечательного позитива на север идут без опаски. 12-го числа вот здесь вот, на самом верховом объемненько наследили. Поэтому, если этот уровень на следующей неделе не скинут, ну, могут сбросить стопой, но желательно, чтобы не ниже 52-90. Вот. И следим дальше уже по компасу. Так. Фух, я уже устал сейчас. Нефть, золото. Так. Ну, как видите, обороты. Вот это еще были не обороты. Значит, 48. 48.90 по 51.30. В общем, тут порядка четырех-пяти сессий. Очень объемненько проторговка. Сейчас мы по дельте посмотрим, что там. И три сессии. Вот такая вот защита. Вот держим кулаки, чтобы 54-го пробили. Три дня идет хороший рост. И три дня идет на стабильной ликвидности, кроме сегодня. Значит, уже было сопротивление на 52.75, 53.30. Вот, ставьте алерты. В два раза здесь уже объемно встретили. А были тут уже четыре раза. Это пятый. Пятый раз, но объем чуть-чуть притих. Поэтому сейчас посмотрим, что там по дельте. Да, кстати. В среду будет фомка. Поэтому ралли, то есть, вернее, волатильность. Я не люблю слово ралли. Вот как раз в среду, скорее всего, и будут важны расширение диапазонов. Не пропустите. А, к дельте вчера была большая ликвидность. Хотя, не, я ошибся. Это было на пути большая ликвидность. Ну, 360 тысяч контрактов тоже неплохо. Разворачивались в 350. Вчера были покупки. Сегодня нулевая дельта. Ну, и нормально, в принципе, чем. Значит, есть байера. Сессия торгуется на 25% всего лишь относительно с предыдущей сессии. Здесь сильно, такое уверенное удержание котировки. То есть, в принципе, если тут было сильное давление, вот тут. В 15-м бы уже были увидели, или 10-м минимум. Тут 2,5 и это на максимум, практически, 54-й. Значит, там, где закупки пошли, сейчас мы зафиксим эти уровни. Будем следить на предмет поддержки. Значит, сегодня по 52-й на штуку байеры затарились. Это первая цена, которую должны удержать. О, у меня уже голод сел. И крайние 50-60. Вот этот весь диапазон заняли байера. В общем, мониторить. Если его удержат, быть тенденцией на север. Как только пробивать этот диапазон, все, уходим в режим ожидания. Так. Ну, собственно, по нефтянке там больше нечего смотреть. Так. Да, 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 да. Миние золото. Так. И так, у нас пробили этот уровень ОК, этот почти зацепились, ну, в общем, еще до 12 могут удержать. Тут загрузка была 4 сессии перед ростом, спокойно на макушке, поэтому еще поддержка есть. Значит, 12.08.5, 12.15.5, если S&P начнет просто перить на 200-100, то, наверное, золотишко еще чуть припадет. Так, и 89, вот самую макушку, ну, здесь ядро вот, 95-е и 89-е. Так, промежуточная вот загрузочка у нас. Ну, в принципе, вот с 37-ой ушли не сильно южнее, поэтому если на следующем деле мы увидим пробитие 37-ой 40-ой, то было бы неплохо, но нет желающих это делать, потому что ликвидность очень такая виленькая. Надо сейчас посмотреть, типа, где-то, что там нет ли вспышек. Так, тут у нас по золоту. Вообще просто зверики-то. В конце я говорю, я попробую. Так, 11.00 часа были селеры, поэтому 12.33 обязательно и 38 обязательно. Так, сейчас мы понизим чуть даже не так, на кусок поставим. Вот, и режим поставим на тимберус. Так, 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 так. Ну, вот единственный, у кого есть еще шансы. Такая, в принципе, цепочка. В общем, покупать только после пробития 45-ой это вообще можно рассматривать. Я бы до этого момента вообще не лез бы. Вот. То есть, пока до 45-ой не дойдут, внимание, я думаю, будет поспешным. К золоту ликвидности на рост маловато. Надо достаточно хорошенько поднажать. Поэтому, когда начнут атаковать 45-ую, вот уже потом смотрите, как это происходит. Скорее всего, в среду это все будет делать. По-моему, три дня уже там стоят. Так. Ну, в общем-то и все. Так что, встретимся в следующую пятницу. Хороших выходных. Берегите себя. Удачных трейдов. До встречи. Пока.